Привет, человеки! С вами Мыслитель! И сразу хочу сказать, что этот ролик сделан совместно с каналом Fairy Juice. Продолжение вы сможете найти на его канале. Обязательно переходим по ссылке в описании, да-да. Ну что ж, а в этом видеоролике мы вам расскажем о четырёх аниме, где целью главного героя является спасение мира. Эврика. Рентон Тёрстон мечтает вырваться из родного городка и стать пилотом меха. Однажды рядом с мастерской деда Рентона опускается легендарный нерваж типа Zero. Прототип всех мехов. Управляет им загадочная девушка по имени Эврика, которая вместе с повстанцами из штата Гёко противостоит властям Федерации. Вскоре мечты Рентона сбываются, он попадает на борт знаменитого Гекка Го и становится частью команды. Впереди приключения и открытия. Новые встречи и непростой путь взросления в мире 121 века. На планете, которую человечество делит с таинственными королианами. Возрождающие. Новый мир может навсегда изменить представление людей друг о друге. Что, если все вокруг будут обладать невероятными способностями, которые окажутся практически безграничны? Могущество на одном уровне с божеством. Многие ведь об этом мечтали. Но такой мир очень далек от понятия лучшего мира, идеального мира, которым его так хотели сделать. В нашей истории самые популярные персонажи из аниме каким-то магическим образом попадают в наш мир и делятся на два лагеря. Один будет пытаться уничтожить мир, который создал их ужасные миры. А другой, напротив, будет пытаться всеми силами спасти этот замечательный мир и всех его жителей. А чей же отряд в итоге победит, вам предстоит узнать в данном аниме. Кстати, обзор на этот тайтл уже есть на моем канале. Ну, вы знаете, что нужно делать, да? Гурен Лаган. Это история про двух мечтателей, скромном копателе Симоне и шумном дебошире Камине. Давным-давно человечество было загнано под землю гигантскими боевыми машинами, прозванными Ганманами. И с тех пор выжившие вынуждены влачить свое жалкое существование в подземных деревнях. Незавидная участь, с которой смирились почти все. Ведь надежды на лучшую жизнь уже не осталось. И никто не знает, что находится за огромной толщей земли над головой. Лишь смелый Камино со своими друзьями стремится выбраться на поверхность, чтобы всему миру продемонстрировать силу своего духа и прославиться. Однако, сколько бы они не пытались исполнить свою мечту, друзьям не удавалось. Так продолжалось до тех пор, пока лучший копатель деревни по имени Симон не раскопал под землей странного робота, которого они с Каминой прозвали Лаганом. Благодаря помощи Лагана и свалившейся с небес девушки по имени Йока, друзьям удается отразить нападение гигантского робота на деревню. Так и началось их приключение. Захватывающее приключение Камины и Симона. Людей из-под земли навстречу звездам. Ну и напоследок, безграничный Фафнир. С внезапным появлением монстров, впоследствии названными драконами, мир изменился до неузнаваемости. Кроме того, вскоре после этого на свет стали появляться девушки, наделенной силой, с помощью которой они способны управлять драконами. Эту силу назвали Ди. Для таких особых девушек была создана специальная женская академия Мидгар. Туда поступает и главный герой, Ю Манобе. Единственный парень, обладающий Ди, чье существование и способности держатся в глубоком секрете. Но в первый же день с ним случается небольшой конфуз. А немного позже оказывается, что здесь также учатся и Митсуки, и у младшей сестренка, с которой они были разлучены еще в детстве. Ну что ж, а на этом наш видеоролик подошел к концу. Обязательно переходи по ссылке в описании и смотри ролик Джузи. С вами был Мыслитель. До скорых встреч!